мы в омске как состояние ну держимся сейчас едем в центр хотим в самый центр заехать и поснимать всю мощь омска этому все продемонстрируем там идти через жд пути уже хватит мы уже сходили мы искали вчера магаз ни один магаз не нашли после 12 ночи ни одного круглосуточного потом мы на карте ввели где-то магнитом дебрях ну тут привокзальные типы конечно ходят они могут так сказать и занозу посадить тебе привокзальные типы пошли бухать пацанчики я так не понимаю ничего не работают что вроде бы как бы рабочий день кстати однему такой страшной скажи вот только днем гулять знаешь я для себя вывел омск для ночных прогулок подходит вообще это нам сказали и копники вы как бы вышли ночью платить и дань телефончик монетки нереально омск для ночных под прогулок вообще не подходит он очень хреново освещен вообще хреново вот центральная улочка вот еще что-то более-менее стоит он чуть сторонку отойти ваще теме не просто ничего не реально фонариком ходить мы уже едем неделю путаем мы только в омске с красноярском блин ну сколько девушек кстати кучно вы из нового вечера восьмого ночи ехали да и он сегодня уже одиннадцатый это как улокс кемерово новосибий не но мы не просто так как бы едем уже еще заезжаем города ночью и делаем еще видео обзор так сейчас выйдем на пляж если там есть пляжик я окунусь но смотри тут даже газель есть для нас новосибий и вот сейчас в омске кажется вода из-под корана очень теплой нам прямо не хватает холодненькой вот это рожу всполоснуть может попозже у нас кстати в Красноярске вода а самая лучшая вода да да вот это вот точно может у нас экология может бомжей много у нас охренительная вода дороги говно но вода из Енисея ну виды красивейшие пока сейчас вблизи глянем как это омск омск теплоходе ки плывут с людьми люди самокатах на великах катятся и так гуляют вон на теплоходе там кто-то купается даже по моему мост староват конечно тут вот тоже не сильно все хорошо как ты не знаю ты но одно из главных мест это центр просто вот тут бутылки помойка вот там люди загорают ну я не знаю вот это местечко к лету к лету обязаны были почистить еботская душа это нормально но мне кажется это просто это не ну где-то же есть пляжи а где-то есть пляжи где купаются у вас в омске или это главное считается как бы был сыгранность если это столоватся стоп да не стоит вы покупаете а не стоит средство ну вот и кажа можно полежать отдохнуть то что тут вот так сейчас покажу а запнулся вот эту неохота конечно плохое что-то это жесть да я не хочу себе в ноги шпайцы повтыкать пойдем это улица прогулок а мечом до пляшу а тут купальный сезон открыт я раньше думал что вынеси вода грязная ну как бы от нас до нас после дождя тут волшебство вот рядом вот с этим вот мы кстати идем к центрам у пляжу это как бы центральный пляж но это получается не самый основной пляж да я уже людей вижу отдыхающих купающихся трубакой тут вот смотри его чуть такое прям в реку хоть нормальный ход вообще тут походу кстати уровень воды упал что ли посмотрите здесь больше не ну вот тут на пляже чистенько чистенько уютно единственное ни один человек не зал не залазит в воду видимо у каждого тут а меча есть знакомый который пропал в этих водах и и ходят легенды знаешь а вот пляж для элиты бассейн лежаки цену на пляж получается для взрослого 1 час 20 минут 300 рублей это в будни 320 выходные на 20 ваш подлетает с ума сойти за весь день короче 960 выходные косарь чё думаешь вход в бассейн только через души развлекательный комплекс вавилон кинотеатр шах какой-то буквы вагов как выглянем по центру города ну цивильненько зелено вот тут нет неплохо должны хоть несколько лавочек стоять но я не знаю как-то как будто вообще о людях не думают как будто знаешь такое чувство чтобы россии о людях не думают я вообще хочу сказать вот эта мысль конечно вот это я понимаю обзор ребята для нас прикрыли улицу чтобы мы сделали полноценный обзор как бы домики чтобы видеть вообще все лень а это улица ленина я тебе говорил надо ехать на улицу ленина ты говоришь ее тут вообще нету нету вот это ты хочешь сказать этой улице нет вот она началась улица ленина ребятки красота шашлыками пахнет в юбочках люди ходят потому что он мужик тоже в юбке шикарная дорога но вот где центр ну вот это здание точно 19 век мужем чужину откопали в следующем городе буду в другой держишь нифигасе вот эта улочка это безумие снос башки мозга за мозгу зашла и не выходит вы поглядите красотуля это я тебе сердце ну центр впечатляет идешь радуешься сердце рассказал как будто в берлин назад попал только автомата нет такова жизнь здесь прям вообще красота мы наконец нашли центральную всю городу омска и действия скажу очень здорово но тут место отдыха такой мощь фонтанчик не перестаем удивляться красоте омска подготовились прям красота видно травка подкошенная деревья подстрижены прям красота это водонапорная башня совмещенная с крестом как бы девятнадцатом веке в конце люди ходили сюда за водой а им давали попить и крест вешали вот это сказал 61 мужчина владислав крапивин так нам надо выйти на улицу фрунзе и мы увидим красоты я так думаю помнишь красивая жизнь у тебя будет если поедешь со мной так вот она начинается библиотека имени пушкина научная библиотека самое любопытное что мы не на тачке ездим мы ходим пешком ноги уже отнимаются но а еще более любопытное что мы забыли где мы машину оставляют они метро случаем но шо там вот это вот есть он замок а чё она такая пососная думали проехаться на метро вот подземка метро оказывается в мае 2018 года вообще заморозили строительство метро нету в омске метро я уже говорю поехали а мы-то ходим в общем метро начали строить в девяносто втором году потом замораживали потом переносили опять на 2000 год в общем та же ситуация что и в красноярске то есть 2000 с 92 года по 18 год это прикинь 26 лет вот это стоит метро а у нас вот эти туннели тупо закопали тут хотя бы люди пользуются переходят у нас вот в таких городах нужно хотя бы связать жд вокзал потом автовокзал еще какой-нибудь район откуда трудяги выезжают в центр и все хотя бы для начала три станции вот это надо выбивать двухуровневый мост омска планировали видим опустить поезда на правый берег налево а сверху машину вот она вот она правительство омской области видите как машин много на парковке работают понедельник все мы красиво да вам мешок бы ремонтирует потихонечку во всех городах вот в которых и я бываю есть подобие арбата казань и кат нижней вот продолжение улицы ленина вы поглядите арчника марс продолжение а у нас гляньку асфальт а класса глянь глянь разветочка есть летим по мосту сейчас будет Небольшой обзор квартирки. Ну вот такая, кстати, не чешная хатка. Это порог, дырочка. Это вот сразу гостиная. Арч тренируется. Велосипед. Нормально. Жить можно. Картина, ну да. О, да тут можно и не выделываться. Ванна. Я, конечно, рассчитывал на джакузи. Мою комнатку покажем. Все по гайдеру Серджио. Люкс. Писал все люкс. Микки Маус и есть просто. К сожалению, вынужден сказать о минусах. Много гопотни. Как сказал Серджио, тут нету бабла, поехали отсюда. А Серджио, где нету денег, уходит с тех мест. Сейчас мы живем, спим где-то 2 часа. Скидываем все на ноут. Несемся по Омску, еще что-то делаем, какие-то фотки и в Тюмень гоним 8 часов. Просто мимо гаишников. Вот так и будем показывать. Свистопляска, человек, поеду. Ой, свистопляска просто нечто. Путешествия утомляют. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова